Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы поговорим сейчас о второй главе Откровения Евангелисты Анна Богослова. Вторая и следующая за ней третья главы содержат те самые послания от Бога семи малоазиатским церквям, о которых до повеления получил автор этой книги в первой главе. Вот он сообщил, что Бог повелел ему обратиться с этими посланиями. Структура того, как эти послания устроены, более или менее сходная. Начинается оно всегда словами ангелу некой церкви, эфесской, смирнской, феотирской, сардийской. Напиши. Ну, это вовсе не означает, что среди бесплотных духов у каждой христианской общины есть специально выделенный ангел. Хотя, кто знает, скорее все же следует перевести греческое слово, в данном случае ангелус, означает вестник, вестнику, тому, кто свидетельствует о Христе данной конкретной христианской общине, напиши для того, чтобы это было передано всей общине в целом. Далее, обычно такое послание содержит некоторую форму имени Божьего, ну, или способ назвать Бога, который содержит в себе обычно о Боге некоторую достаточно важную информацию, иногда более очевидно важную, иногда, может быть, менее. Но все же некоторый способ назвать Бога. И для последующей литургической традиции, православной в особенности, эти выражения стали чрезвычайно важным источником вдохновения. Далее, Господь через Иоанна Богослова говорит каждой христианской общине о том, что в этой общине хорошо, в чем она более или менее преуспела в своей жизни и деятельности. Да, и за исключением некоторых случаев о том, какие проблемы, какие недостатки, что плохого в жизни этих общин видит Бог. Далее следует призыв к покаянию и исправлению и некоторое обетование. С одной стороны, довольно очевидно, что обетования все, конечно, об одном и том же. Все они являются обетованиями спасения в Иисусе Христе. А с другой стороны, конкретные формулировки и конкретные аспекты, конечно, представляют огромный интерес именно для того, чтобы мы могли увидеть вообще смысл и объем того понятия, о котором идет речь, что такое обетование спасения. Ну вот, теперь конкретно во второй главе мы видим четыре обращения к четырем христианским общинам. Ефесос, Мирны, Пергама и Театиры или Феатиры. Надо сказать, что впоследствии в истории церкви эти пришли в известный упадок, и вовсе не были особенно знаменитыми авторитетными христианскими общинами. Но это в конечном итоге совершенно не важно, потому что всерьез говоря, очень многое, о чем в этих посланиях говорится, мы можем наблюдать и в контексте своей собственной жизни, и пытаться понять, а как Бог относится к тем реалиям нашей жизни, о которых мы часто сами стыдимся или просто трусим говорить и думать. И вот ангелы Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Конечно, это литургическая картина. Бог, живущий среди словословия Израиля, тот, кто присутствует там, где золотой семисвечник. Вот. Тот, кто присутствует среди молитвы данной христианской общины. И вот Господь обращается к эфесским христианам, говорит, знаю дела твои, труд твой и терпение твое. Ты не можешь носить разратных, испытал тех, которые называют себя апостолами. Испытал. Значит, мне хотелось бы обратить внимание, что ангелы Ефесской церкви в качестве поощрения указывают здесь на наличие критического мышления, на способность сопоставить то, что ему, то, что этим людям рассказывают, с их собственным опытом веры за здравым смыслом и каким-то образом оценить. Ты много переносил и имеешь терпение и трудился для имени моего. Вот эта верность здравому учению, как называли это отцы церкви, вещь чрезвычайно важная, чрезвычайно важная. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Обычно принято думать, что речь идет о некотором успокоении, охлаждении, о том, что мы склонны свое отношение с Богом превращать в рутину. Хотя для эфесской церкви, конечно, это не так, может быть, драматично, как для последней из перечисляемых христианских общин. Мы об этом еще поговорим. Но все-таки важно. Значит, Господь говорит, вот, ты в состоянии хранить верность, ты в состоянии думать и не обманываться, обманываться, но все-таки ты вот при этом теряешь накал любви. Да, и жизнь твоя превращается в некоторую обыденность, пусть и сдобренную верой во Христа, и это не есть хорошо. Ну и, кроме того, еще упоминается в качестве поощрения то, что христиане Эфеса не принимали учения Николаитов. По большому счету, все, что сегодня мы пытаемся сказать об учении Николаитов и в чем оно заключалось, — домыслы. Хотя, судя по контексту и судя по тому, что говорит Господь через Иоанна Богослова, ничего хорошего в этом учении не было. Ну, в общем, наверное, это все, что о нем надо знать. Теперь «Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая». Вот это вкушение от древа жизни, понимаете, уже в те времена возникает некоторая ассоциированность образов, образ древа жизни, источника жизни для всех людей, образ креста Господня, на котором Бог сам отдает себя в пищу, и образ преломляемого хлеба, который в реальной жизни каждого христианина становится этим самым древом жизни. Вот это, может быть, самое важное, на что хотелось бы обратить внимание в этом письме. Следующее письмо Смирнской церкви, где Бог снова, как и в первой главе назван, первый и последний, который был мертв и вот жив, знаю дела твои, скорбь и нищету, и злословие от тех, которые говорят о себе. Вот некоторые скорбь, нищета и злословие – это действительно очень точные характеристики того контекста, в котором находилась отнюдь не только Смирнская, но, может быть, и практически все христианские общины того времени. Далее, злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. И мы видим здесь некоторый уже отдалённый, но всё-таки отблеск того конфликта между иудеями и христианами, который в наиболее жёсткой форме протекает в 60-е и 70-е, и, может быть, в первой половине 80-х годов, и связан с разрушением Иерусалимского храма и отношением к этому событию иудеев и христиан. Ну и, по-видимому, также здесь есть некоторый отголосок споров между христианами-изъязычниками, павлинистами и иудействующими, да, теми, которые считали нужным соблюдать весь иудейский закон для всех христиан, независимо от их происхождения. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Обычно в подобных случаях читатели, слушатели, тех, кто так или иначе сталкиваются с этими подобными выражениями, сразу пытаются переспросить, а что именно мне надлежит претерпеть? Ну, что-то надлежит претерпеть, само собой разумеется. Но важно не это, а то, что Бог говорит «не бойся». Не бойся того, что тебе надлежит претерпеть. Ну да, так или иначе, каждому из нас что-то приходится претерпевать. И это никогда не бывает легко и всегда так или иначе трагично. Но не бойся этого. Никто не похитит вас из руки моей. Это ещё одна ключевая идея апокалипсиса, которую всё время надо помнить. Она гораздо важнее, чем, может быть, всё остальное. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». «Имеющий ухо слышит, да слышит, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Здесь речь идёт об некотором окончательном исчезновении, окончательном уничтожении, которое не имеет отношения к тем, кто, несмотря на нищету и скорбь и всё остальное, тем не менее держится за Бога, хранит верность Богу. И это одно из тех посланий, где нет упрёка. Нет упрёка. Христиане смирны. Такого упрёка в момент написания откровения Анны Богослова не вызвали. Напротив тому, в следующем фрагменте ангел через Иоанна обращается к Пергамской церкви, к вестнику Пергамской церкви, и говорит, напиши так, говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Да, обоюдный острый меч, проникающий до разделения составов и мозгов, как говорит описание апостол Павел. Вот тоже очень важно увидеть это. Бог – это тот, кого можно сравнить с обоюдоострым мечом, чётко разделяющим жизнь от смерти, правду от лжи, чёрная от белого. Когда существует Бог, больших сомнений вообще говоря нет, потому что именно в свете Личности Иисуса Христа вообще это развлечение и возможно. знаю твои дела и знаю, что ты живёшь там, где престол сатаны. Здесь следует обратить внимание на вот какую особенность эпохи. Дело в том, что, начиная с первых императоров Римской империи, формируется такая вещь, как культ императора, обожествление императора. Иногда бывали и раньше храмы в той же Малой Азии, посвящённые гению Рима или удаче Цезаря, да, божественности императора или чаще вот гению императора. Всё-таки, знаете, ну, трудно у людей совсем уничтожить остатки трезвомыслия, поэтому редко они доходили до поклонения живому Цезарю как Богу, хотя в случае с Нероном это было, и сам Нерон, по-видимому, тоже, в общем, у него, как теперь бы мы сказали, крыша поехала на этой почве. Он возомнил о себе, да и Домициан, кстати говоря, во время которого и пишется апокалипсис, тоже, в общем, у него некоторая неадекватность на эту тему была. Так вот, Пергам – один из тех городов, где раньше других был воздвигнут алтарь гению императора, где императору Римской империи поклонялись как Богу. С одной стороны, ну, конечно, это абсолютный абсурд, трудно придумать что-нибудь более глупое и бессмысленное, чем поклоняться некоторому живому человеку, как Богу. Вот. С другой стороны, это действительно довольно опасная вещь, потому что люди, которые уповают на императора и пытаются, в общем, подальститься к нему, а, конечно, эти алтари, культ императора были, в общем, способом продемонстрировать свою лояльность, примерно как вопли и лозунги «Слава КПСС» или «Слава чему-нибудь там еще кому-нибудь». Вот. Поэтому, да, христиане первого столетия отлично понимают, что это и есть престол сатаны. И в Пергамской церкви евангелист напоминает именно об этом. Ты живешь там, где престол сатаны, и не отрекся от веры моей, даже когда у вас был умершлен верный свидетель. Потому что, да, в это время иногда, по истечению обстоятельств, погибают христиане, ну, в общем, вполне, с точки зрения справедливости, безвинно. Но имею немного против тебя, потому что у тебя там есть держащиеся некоторых лжеучений, в том числе Николаитов, учения Валаама, о котором тоже трудно сказать, что же это именно было. Быстрее всего, некоторая форма синкретического культа, которая так или иначе пыталась отравить собой жизнь пергамской христианской общины. Вот, покайся, если не так скоро приду к тебе. Понимаете, видя такие вещи, Бог не говорит в данном случае, все, тебе конец, ты проклят, ты там такой-сякой эдакий. Всегда на самом деле обличение дается не для того, чтобы испугать и лишить надежды и обессилить сердце, а для того, чтобы призвать людей к изменению жизни. И в этом отношении, кстати, жанр и образ мыслей автора книги «Откровение и ангелиста» богослово очень близок к пророкам-писателям Ветхого Завета, которые тоже в первую очередь ради этого и свидетельствуют. И побеждающему, говорит здесь Бог, дам вкушать сокровенную манну, снова речь идет о некоторой божественной трапезе, за скромным и простым видом которой скрывается некоторая божественная реальность. И дам белый камень и написанное новое имя. Потрясающий способ говорить о тех очень личных, очень прямых, до предела лишенных всяких посредников в взаимоотношениях человека с Богом, каждого христианина с Богом. В этом диалоге Бога и каждого христианина они обращаются друг к другу по имени и никто третий этого имени не знает. И вмешиваться в этот диалог не может. И вообще говоря, к духовной жизни каждого своего брата следует относиться чрезвычайно бережно и с большим уважением и целомудрием. Для современного мира, в котором мы готовы болтать о духовной жизни сколько угодно и поучать друг друга, это чрезвычайно важная тоже вещь. Да. Наконец, заканчивается вторая глава обращением к ангелу Феатирской церкви. Так говорит, сын Божий, у которого очи как пламень огненный, и ноги подобны Халка Ливану. Отчасти это тоже дань жанру, отсылка к тем образом великого посланного от Бога, того, кто от Бога приходит для того, чтобы спасти мир, которые еще идут от Даниила пророка. Обращаясь к Феатирской церкви, евангелистян говорит, знаю твои дела и любовь и служение и веру и терпение и то, что последние дела твои больше первых. Здесь мне хотелось бы обратить внимание, может быть, даже не до очевидной вещи о любви и вере и терпении и служении, о том, что дела твои последние больше первых. По-видимому, здесь важно то, что крестьянская община, в данном случае в Феатирах, она не остается застывшей и неизменной на всю жизнь, это обязательно развитие, в ней обязательно что-то происходит, и вот, может быть, на это важно обратить внимание. Христиане Феатир упрекаются за то, что среди них есть некое пророчество, по-видимому, малосимпатичная дама, которую называют именем древней библейской пророчества Иезавели, не пророчица, простите, царицы, конечно, да, Иезавели, которая привлекает людей, христиан, к своему любодеянию, то есть, собственно, к поклонению тем или иным языческим глупостям. И вот Господь говорит о том, что это, собственно, смертельно опасная вещь, это предательство, которое далеко не безобидно. И вот кому, к чему склоняется твое сердце, это не безразличная вещь. Твои помыслы, мотивы видны, ясны Богу и уразумеют все церкви, что я есть миспытующий сердца и внутренности, говорит он здесь. Но снова призывает христиан-фиатиры хранить, держать, держаться за то, за ту веру, которая у них есть. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, царственное священство, народ святой, который служит Богу и который собственно определяет своей верой и верностью и любовью судьбы этого мира. Вот что и есть царственное священство. Об этом речь идет в этом самом обетовании. Как я получил власть от отца моего, дам ему звезду утреннюю. Вот понимаете, здесь Господь говорит именно о той новой жизни утренняя звезда, которая открывается вообще всему миру через христиан-фиатиры, через их жизнь, их верность и их служение. Оставшиеся три обращения к христианским церквям Малой Азии мы обсудим, когда будем говорить о третьей главе.